18 февраля 1919 года подписан декрет об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны. Началась новая историческая эпоха в деятельности органов внутренних дел на транспорте. Спустя 99 лет вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок все также под контролем транспортной полиции. Наши сотрудники реагируют на все обращения граждан. Также они обеспечивают общественный порядок на всех объектах транспорта, как железнодорожного, водного, так и воздушного. Также организована горячая линия для каких-то экстренных случаев. В обществе с каждым годом растет вот такой однобокий, гипертрофированный интерес к материальным ценностям. Особенно это страшно, что это растет среди молодежи. А это опасная тенденция. Это делает общество не просто пустым, бездуховным, а еще и порождает неразбериху. Вот в таких словах вам сегодня приходится работать. Ветераны службы принимают активное участие в жизни молодого поколения. Не забывают правоохранители и про досуг. У нас постоянно проходят мероприятия. Вот, например, в прошлом году мы выступали от ветеранской организации по валидболу. В этом году нас пригласили как ветеранов. Был шашечно-шахматный турнир. С профессиональным праздником сотрудников Крымского управления поздравили почетными грамотами, нагрудными знаками, а некоторых и очередными званиями. Для коллег полицейские подготовили символическую культурную программу. От бандитов защищают, преступления раскрывают. И если снова приключения ждут в дороге по традиции, вам поможет без сомнения служба транспортной полиции. Счастье мы боим вместе с тобою, и ты не забывай, и ты не забывай, и ты не забывай, и ты не забывай. За порядком полиция на транспорте следит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И даже сегодня, несмотря на торжество, ответственная служба в управлении не прекращается ни на минуту. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok